Друзья, сегодня мы обсудим апгрейд аппарата Schnapser X5M. Колонны двухдюймовые, что можно к ней добавить, чего не хватает, по моему мнению, в типовой комплектации, и что, может быть, даже неочевидного приобрести. Давайте это все обсудим, смотрите до конца, будет интересно. Поехали! Вы на Самогон ТВ, с вами Алексей. Сегодня мы делаем апгрейд колонны Schnapser X5M. Обязательно проверьте подписку, потому что еще впереди много интересных видео про самогонные аппараты, про настойки, про самогоны и про все остальное. И что же вот сюда, в эту колонну добавить? Ну, во-первых, добавить очевидные вещи, которые можно заказать у Schnapser. Вот у меня пришла посылочка. Сейчас мы с вами сразу сделаем и распаковку. И что же у нас тут Schnapser прислал? Ага, во-первых, прислал вот такой же утеплитель, тут немножко от картона, для царги, да? Поэтому, естественно, мы ожидаем, что здесь у нас есть внутри царга. Сейчас я... Второе. Двухдюймовая царга, которая нам понадобится. И здесь еще у меня вот такой вот диоптер. И вот я распаковал царгу, сразу ее одеваю в чехольчик. Аккуратненько. Оп. Вот такая вот красота. И распаковал диоптер. В типовой комплектации аппарат идет с 50-сантиметровой царгой. Конечно, лучше метровая колонна. Метровая колонна, засыпанная SPN, даст вам 96,6. Метровая колонна, забитая плотно РПНкой, медной или стальной, тоже как бы вас к этому результату приблизит. Поэтому, просто доставив и подняв свою колонну, если у вас позволяет, естественно, потолки, аппарат уже тогда будет работать на земле, на плите, вы получите очень хороший результат. Поэтому царга – это то, что, в принципе, очень рекомендую сразу сделать. Второе – это диоптер. Причем, посмотрите, у нас здесь какая ситуация. У нас здесь диоптер не просто диоптер, а диоптер джин-корзина. Давайте пока это отложим. Зачем нам нужен диоптер? Нам диоптер нужен в подстиле, вот здесь, внизу, когда вы делаете подстил, если вы перегоняете зерновые и фруктовые браги. И диоптер нам нужен вот здесь, под узлом отбора по жидкости, на второй перегонке, или под дефлегматором на второй перегонке, когда вы хотите видеть обратный поток в вашу царгу. Что возвращается в вашу царгу? Особенно, если вы поставите концентратор флегмы, то есть вы будете видеть, в принципе, ваш поток. Поэтому это очень важно на второй перегонке. Ну и, если вы хотите ароматизировать по прямой схеме, то есть без возврата потока через колонну, а по прямой схеме, то вот так вот просто диоптер превращается в джин-корзину. Например, вы можете сделать можжевеловую водку, или любые другие ягоды и травы, которыми вы хотите ароматизировать ваш самогон. Не забудьте обязательно приобрести дополнительные клампы. То есть для каждого девайса, который вы в комплект приобретаете, дополнительные клампы, прокладка, потому что вам они понадобятся. Что еще я бы сюда добавил? Смотрите, вот эти царги, они прекрасны, но у них здесь нет термометра. Термометр только у нас здесь в крышке. Что можно сделать? Смотрите, между ними можно поставить вот такой вот узел с вводом в гермоводом под термометр. Двух дюймовый. Он сейчас продается практически везде. И у вас получится вот здесь вторая царга, и у вас получится температура в узле отбора, да, и температура ниже, как бы, вот здесь она получится у вас наверху второй царги. Это тоже очень классный такой девайс. И, конечно, я рекомендую вам приобрести простой поворот на 90 градусов, чтобы узел отбора по жидкости не мучить, когда вы делаете под стил. То есть два поворота, крышка, два поворота, и, соответственно, уже холодильник. Для того, чтобы получить быстро спирт-царец из нашей браги, под ноль мы гоним, не отсекая ничего, да, на первой перегонке. Поэтому вот такой вот поворот, он тоже очень вам понадобится. Еще можно добавить сюда медный шлем на 2 дюйма, медные царги, медный попугай, медные холодильники. То есть уже собрать медную колонну на базе куба и крышки. Можно просто поставить пару медных царг. Можно даже одну медную царгу поставить. Можно докупить кольца рашига. То есть это такие обрезки медной трубки тонкой, которые работают, конечно, хуже, чем медная РПН-ка, но при прямых перегонках они тоже увеличивают площадь меди. Когда вы напрямую гоните второй раз ароматные дистилляты, то, соответственно, они тоже вам понадобятся. В принципе, двухдюймовая колонна, она может быть проапгрейзена чем угодно. На 2 дюйма есть масса оборудования. Выбирайте, собирайте ту комплектацию, которая вам удобна, которая вам интересна, и экспериментируйте, делайте лучшие напитки. С вами был Алексей, это Самогон ТВ. Мы делали апгрейд Шнапсер Х5М. Будь добру, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»